приветствую вас друзья я очень рад конечно снова с вами встретиться я эти дни не мог потому что сдавал рукопись новой книги в издательство аисте я думаю будет потрясающая книжка ну просто потрясающая потому что наша литагента мне прислала уже пронумерованную концепцию книжки потому что я когда писал я в одном редакторе пишу а там в издательстве там другие варианты там ну короче говоря я когда начал читать то что я написал я просто восторгался но больше я восторгаюсь тем что там написано и вы это прочитаете потому что там полезные практические вещи как использовать энергетический потенциал творческий потенциал страха паники для своей собственной пользы для своего здоровья и открытия вот творческих качеств и возможностей это очень важно еще я очень рад сегодня потому что вчера произошла конференция международная научно-практическая в дагестане в махачкале я очень благодарен и сакинат магомедовне каевой привет сакинат профессор доктор наук офтальмолог мой друг многолетний многолетний она способствовала тому что на этой конференции впервые среди медиков да там очень такие мощные организаторы всем спасибо министерство ведомства но очень серьезная конференция последствиях к вида как с ними справляться и там прозвучало впервые вот мой сын олен многие знают о том что он мой ученик первый самый первый еще маленький был я ему показывал как петуха гипнотизировать который со мной ездил и военный персонал курс готовить подъем атомохода курс юбислан он со мной ездил ну профессионал но с психологической точки зрения на этой медицинской конференции говорил о том что надо повышать психологическую устойчивость и иммунитет повышать ее в борьбе с этой напастью и начал свой доклад именно со слов генерального директора ВОЗ о том что тот говорит что именно психическое состояние человека влияет на благополучие его и последствия всяких заболеваний ну конечно конечно с этого он и начал а как же еще вот и сказал что у нас есть инструмент для этого мы можем вообще то мы же можем у нас это в руках образовательным способом сейчас интернет позволяет миллионы людей сразу научить простейшим простейшим и средствами самоидентификации психологического напряжения и регулятора психологического напряжения да простейшими способами на основе БОСС биологической обратной связи я на наших роликах там в ликбезах об этом говорю я говорю на вебинарах и в этой книге моей его сейчас будет новые приемы и там участники нашей школы какая у нас великолепная школа единственная в мире сегодня где такие технологии даются и там на зум мы все выходим и там и там обсуждаем и скоро у нас снова будет ликбез бесплатный это же вообще вообще это новое на земном шаре я хочу чтобы это понимали потому что вот пионеры они всегда идут против ветра навстречу всем ветрам наперекор штампом стереотипом потому что вот я сейчас смотрю вот эти дни как раз такие выборы были и смотрю что вот ну вот в принципе должно быть как сколько голов столько и точек зрения правильно? потому что природа как организована взаимодействие происходит когда есть чем обмениваться тогда происходит развитие а если не чем обмениваться какое развитие может быть вот например если все головы имеют одну и ту же точку зрения я говорю мягко мягко-очень деликатно я не политик вы знаете но я с точки зрения философии говорю и с точки зрения диалектики Если все магниты имеют только один полюс, или, например, все головы, как я говорю, имеют только одну точку зрения, как же может быть взаимодействие? Ну, представьте себе, все выстроились в одну шеренгу, и все смотрят в одну точку, и идут вот так вот. Ну, так же не бывает, это глупость какая-то. Как же развитие тогда может происходить? А вот, судя по выборам, получается, я не оцениваю это, я берегу свой канал, вы понимаете, я не оцениваю, я просто объясняю, с точки зрения философии, с точки зрения социологии, социологии. Это просто огромная мина, заложенная, вот заложенная огромная мина деградации. Да, потому что люди не могут взаимодействовать, потому что не могут обмениваться точками зрения. Да, однополярный магнит, но такого не бывает. Это противоестественное. И поэтому я думаю, что совершенно скоро будут какие-то закономерные, закономерные, природу ты не обманешь, закономерные изменения. Да, поэтому все напрягитесь, мобилизуйте, ждите. И поэтому здесь, и не только против ковида, где мой сын Олен говорил, как психолог, о том, что это повышает стресс-устойчивость и, соответственно, иммунитет. А это же сегодня главное, иммунитет. А все остальное дело выбора каждого, это, пожалуйста. Иммунитет главное, я на чем настаиваю. Он решает все. Он решает все. И поэтому, кто занимается методом ключ, повышает стресс-устойчивость, соответственно, автоматический иммунитет. Кто умеет, когда стресс появляется, выходить на волну, снимать автоколебаниями, напряжение, переживая, о чем переживается. Измерять у себя уровень напряжения на шкале стресса. Делать ключевое дыхание 1-2 минуты. Да, и получать включение эндорфинов вместо концентрации адреналина, чтобы клетки мозга накапливали там запас кислорода. Кислород – это жизнь. Кислород – это жизнь. И поэтому ключ – это жизнь. Конечно, и там в книжке у меня написано, и вы потом прочтете, когда она выйдет, что, в принципе, это самый лучший метод потому, что он максимально приближен к природе человека. Потому что там основа всех упражнений, особенно новых упражнений, которые там будут в книге, они основаны на осознанном использовании инстинктивных, защитных реакций человека, которые человек и сам делает инстинктивно, неосознанно, когда решает какие-то вопросы. Просто он их блокирует по неведению. Он их блокирует, и поэтому напряжение растет. А там раскрываются какие-то реакции, и каждый человек сам себя начинает узнавать. Да, я действительно так делаю. Я просто не обращал это внимания. А теперь обратишь. И будешь делать это как упражнение. Природа сама выдает, а мы это блокируем по неведению. Ну, так бывает, так бывает. Когда люди не знают, что надо делать, в первую очередь, они нельзя. Да. Вот. Поэтому вся медицина на этом строится. Когда чего неизвестно, сразу нельзя. Раньше даже в палате люди лежали после инфаркта или чего. Сегодня же как, уже многое известно. И поэтому уже больному разговаривать потом разрешают. И ходить сразу легче, быстрее он встает. А раньше надо было лежать, ни с кем не говорить. Да, да, нельзя. Да, потому что не знали, что делать. И поэтому это самый простой механизм инстинктивный запрет. Запрет, 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 запрет. Всегда. Это примитивный механизм, когда люди не знают, что делать. Когда им нечего предложить. Это от неведения. Это все, что у нас происходит сейчас. Вот это вот. От необразованности. Да, вот-вот. От необразованности в простейших элементарных вещах. И самое интересное, когда человек с головой не дружит, он не знает об этом. Это мой ауфоризм. Вам подарок. Итак, у нас сейчас будет завтра с Люцией Усмановой. Вы ее знаете. Очень интересная, очень интересная собеседница. У нас будет с ней очень полезный разговор об играх, как игры превращать в здоровье и стрессоустойчивость в иммунитет. Это будет очень интересно. В 19 часов. А потом мы договорились еще. Ну да, у нас там предстоит очень много интересных вещей. Да, так что давайте, друзья, готовьтесь до завтра. Будет очень интересно и полезно. Да, кстати говоря, вот. Кто-то говорит, что я только женщин рисую. Почему только женщин? У меня и цветы, и горы, и моря. У меня есть все. Да. А насчет девушек я вам скажу. Мне проще всех. Потому что у меня есть ключ. А в каком смысле мне проще всех? Вот захотел, чтобы была рядом девушка. Взял и нарисовал. Ладно, это между нами. До встречи. Продолжение следует. Продолжение следует...